Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня интересная ситуация. Пала. Я не чайно, старый. Да, Миша. Тише, тише, что вы делаете? Секундочку, что делать? Секундочку. Не надо. Вот камеру не надо. Ну, хватит вам, вы же просили нас застараться. Мы вас просили нас застараться. Пожалуйста, ведите себя прилично. Вы только не закрывайте полицию. Это будет поддержание его незаконное. Я осуществлял, ведет себя. Да, отрицаю. Просили. Хорошо, тогда сейчас составим необходимое документное. Ну да, что мы уже подписали. Все претензии никому не имеются. И я тогда рассчитаю. Хорошо. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан. Поставить палец вверх. Написать комментарий. Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Здравствуйте. 229-й офисе. 229-й офисе. 229-й офисе. 226-й. Вы, наверное, слышали по заявлению? У нас сообщение было с 229-й. Супер. Пойдемте. Приходите. Приходите. А нет никого еще, да? Вот они, дедушка. Проходите к нам, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте. Мы же все стороны. Мы же все стороны. Мы же все стороны. Вот только не закрывайте сотрудник полиции. Это будет удержание его незаконного. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Сами прекрасно. Сами прекрасно. Знаете. Ну ничего, присаживайся. Ну, конечно, присаживайся. Ну, ситуация такая нехорошая возникла. Я, наверное, Михаил сам поеду. Да. Получается, 26-го числа прошла авария. От вас приехали люди, присаживали аварию. Вот. Потом 29-го числа я заключил договор о сессии. Так. То есть по ней, когда, значит, машину осматривали, сказали, что в районе 70-ти тысяч рублей. Я сказал, хорошо. Но долго, то есть документа нет, потому что как-то оценили. То есть 70-ти тысяч или как-то еще. В итоге я позвонил. Прошло. В 500 месяцев уже прошло, да? Да. Я позвонил. Он говорит, да, выплатили 67-900, но мы всю сумму не отдадим. Там было обращение к финансовому обучсмена, правильно я понимаю? Да, да, да. Вот. Было оплачено 15 тысяч рублей. Вот. Вадим Юрьевич, я думал, как бы в курсе. Я в курсе. Тут проблема-то в чем? Да. Вы, понятно, все это по сессии делали. Да. Вы же могли, как от физического лица, непосредственно от него подавать не по сессии и расходов в этих 15 тысяч не было. Вы же как бы согласовали? Человеку абсолютно в этом никто не отказывал. Я думаю, вам как бы рассказали, да, что будет судебное заседание, то есть что сумма это не окончательная. Ну вы же, наверное, спросили. Нет, мне говорили, что не будет. Все это как-то. Просто ему насчитали 67-900. Да. Ему согласно выплатить до того, как мы сюда пришли, 50 тысяч рублей. Эта сумма не устраивает, потому что его ущерб 67-900, он хочет получить свой ущерб. То есть потому что вы понесли расходы. Я думаю, мы как бы клиент-ориентируемая компания всегда были, мы всегда идем клиенту навстречу. Я думаю, сегодня мы регулируем этот вопрос. То есть вы сможете с ним рассчитаться 67-900? Как положено. Просто не хотелось бы это удлинять в плане того, что вы сами понимаете? Без вопросов. Мы как бы, я вам еще раз повторяю, как бы всегда являлись клиент-ориентируемой компанией. Как бы, в принципе, человеку достаточно было ко мне зайти. Я думаю, мы так решили. Да он делается то, что заходил. Я заходил. Я заходил в Елену. Я хочу сказать следующий момент. Мы пришли абсолютно спокойно, нормально. Да, понятно, мы со съемкой. Съемка для того, чтобы зафиксировать. Здесь абсолютно ничего противоправного. Ничего страшного в этом нет. Но проблемы-то возникли после того, когда они себя повели неадекватно. Первое. Камера моя стояла на столе. Она включенная, она смахнула и она разбилась. У меня камеры везде в каждом кабинете стоят. Вы просмотрите и вы это увидите? Да. Некоторое время нужно для просмотра видео. Как бы, телефон у меня ваш есть. Я думаю, все ему вопросы как бы. Вот по этому поводу хотелось бы тоже, чтобы вопросы регулировали. Да и не вопросы. Так. Скажите, когда Михаил может получить деньги? Давайте я, как бы, материалы подниму. Ну, как бы, час времени достаточно будет. Ну, мы пока здесь будем, мы прогуляемся. Потому что сотрудник полиции там приехал, она вызвала. По какой причине, нам не понятно. Ну, вызвала да вызвала. Мы сейчас пообщаемся, все хорошо. Так что мы не можем сбежать. Сейчас все разберемся. Ничего страшного. Я думаю, это как бы недопонимание. Я понял. Просто вам нужно было сразу набрать мне. Я думаю, мы без вопросов все. Мы подумали, что здесь, так как они представляют организацию, полномоченные, мы не подумали, что такое может быть вообще. Что так себя проявить сотрудники могут. Вот это же девочки, девочки. Может быть, они, как бы, просто недопоняли первоначальные, как бы, требования. Просто мне, ну, неужели они, так скажем, к Лентиса могут повести? Вот и о чем. Я вот думаю, на эту тему стоит с ним пообщаться. Ну, Михаил, наверное, приходил. Он, как бы, знает, были такие поведения или нет. Может быть, как бы, камера их спровоцировала на данный вопрос. Ну, это не повод бросаться. Я согласен с вами полностью. Хорошо. Мы, в общем, подождем. Ну, так хорошо, как бы, все. Вы, Вадим, сироп, да? Да. Давай. Давай. Снимай. Хорошо. Визуально. Ну, то, что производили. Видеосъемку вы. Вот. То есть, это хамское... Да, она просила то, что... То есть, в принципе, мое противоправное деяние выражается в том, что я осуществовал видеосъемку этого заявления. Вы понимаете, что никакого противоправного деяния в этом нет? Я понимаю. Просто она хотела бы написать много замечаний. Конечно. Каждый человек может написать заявление. Мы же не можем отказывать вам заявление, объяснение, что вам нужно. Да нет. Мы, на самом деле, с вас... С меня с вас хотелось... Я все с качественным другом. Мы странами тоже, когда другие. Я готов дать объяснение, без этих проблем. Готов дать объяснение, да? Так. Вы будете собственноручены, либо с ваших слов... Если вам несложно записать. Хорошо. Возвращаться. Я даже заявление не пишу по факту. Ее противоправных действий-то не были. Реально противоправные. Но директор сказал этот вопрос решит. Поэтому теперь на девушку, если я заявляю, у меня совесть не хватит. Не позволит. Моя совесть. Блин, я ешь на таз. Таких еще кадров у нас не было. Я не платно девушек. Я осуществлял видеосъемку. Да, потому что с вами. Видеосъемку. Я даже не отрицаю. Честно, это отлично признаюсь. То, что вы не снимали ее. Она против. Понял. Ну, я отказал в ее просьбе. Да. Вы отказали. Я такую право выбрал. Факт, он написал заявление. Молодец. Какая. Слушай, она юрист. Она юрист. Она юрист. От таких юристов надо бежать. Да. У нас на 2019 примерно. Ну, во сколько? Ой, честно говоря, не знаю. Тут прям целую трагедию они разыграли. Примерно где-то, может быть, час назад. Ну, час назад. А, ну, подожди. В 11, примерно 20, наверное. В 11.15, наверное, да? В 11.15. В 11.15. В 11.15. В 11.15 где-то примерно. В 11.15, да? В 11.15 мы осуществляли видеосъемку. Законно ломились. Ну, ваше время. Находились. Находились. На таком-то в кабинете. Таком-то. Осуществляли видеосъемку. У вас тут весело. В 11.15. Не-не-не-не. Не, вообще были у вас. Да? Да. Поэтому мы, видишь, уже сотрудником полиции. У вас девушки, юристы у вас, у вас не совсем никак. Прослается, камера ломает там. Вот сейчас? Прям вот реально прям. Нельзя. Нельзя. Мы сами в шоке. И, в общем, написал на меня заявление, представляешь? О том, что я, она юрист, что ты понимал, что я осуществлял ее съемку незаконно по ее мнению. Она юрист. Все законно. Кабинет 227, да? Нет, 226. 226. Спасибо за поддержку. Спасибо. Помните? При каких обстоятельствах? Я помню лицо знакомое, но не помню пригодимое. На Курском посту. Мы там встречались. Да. Всегда рады, если что. Спасибо. Вот, можно вот сказать, вот бывший сотрудник, который служил на Курском посту. И очень хорошо от нас отзывается. И, в общем, сейчас вообще очень добродушная, хорошая встреча. Всегда по-человечески, да. Спасибо. Приятно. Всего вам доброго. Так держать. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Примерно в 20 часов 15 минут, на каждой складочке, в таком как времени, на 226 лет, примерно что, производил съемку и написать с какой целью? Производил видеосъемку, значит, гражданка, ранее мне неизвестная, до сих пор она неизвестная, значит, попросила, значит, прекратить видеосъемку. Я ей любезно отказал. Насколько это возможно было? Видеосъемку чего производили? Видеосъемку, ну, происходящего события, ситуация, которая разворачивалась скоропостижно. Мы не будем упоминать здесь, что она ее разбила. Просто она, я ей отказал. Неизвестная мне гражданка, да? Неизвестная мне гражданка попросила прекратить видеосъемку. Я ей отказал. И продолжил осуществлять ее. На этом мое противоправное действие было как бы продолжено. Ну, по ее мнение противоправное. Зачем спрашивается? У вас другие задачи достаточно, чем вот этой ерундой заниматься, опрашивать, значит, принимать заявление по не существующему, значит, правонарушения и брать объяснения в связи с этим. Это вообще, конечно, потерян как минимум час, но даже больше, потому что пока придешь и уйдешь, два часа, полтора. Не отвлекайте сотрудников полиции на пустом месте. Этого не требовалось вообще. Я думал, мы сейчас придем, отдадим, подпишем, нам скажут там либо да, либо нет. А тут такое развернулось. Одни эмоции. Одни эмоции. У них. Выплаты денежных средств по решению финансового полномочия до сегодняшнего дня не было. Срок на выплаты не истек. То есть, в принципе, возможно, любой вариант, то есть, возможно, расторжение, как вы просите, либо как бы расчет без вопросов. Расчет без вопросов. Ну, сам, как бы, устроенный вынос, очень деньги эти поступят на счет от амбудсмена. Я так понимаю, как по нему... Ну, давайте, как бы, не устраивает вас расторжение. Сейчас составим расторжение здесь на месте, как бы, подпишем документы с двух сторон. Не рассчитывается. Передадим вам расторжение цессии. Не, назвал я уже либо расторжение, подпишем документы, либо деньги. Либо деньги, да. Как вы можете поступить, если допустим деньги в системе сейчас? Ну, как бы, мне хотелось бы уточнить... А, ну да, не-не-не, конечно. Ты же хочешь сейчас деньги получишь? Сейчас, чтобы идти к работе. Ну, что сейчас деньги. Хорошо, тогда сейчас составим необходимую документу. Все претензии никто никому не видит. И я тогда рассчитаю. Хорошо. И все одному всегда ожидает. Хорошо, да. Не знаю, каждому одному. Так, Михаил Петрович. Да. Ваш паспорт. Так, Вадим Георгиевич, ваше уведомление о расторжении где? А, наше второе. Да. Наверное, на нем нужно написать, да? Что? Ну, прочитай. Да, прочитай. Я уже прочитаю. Я уже прочитаю. Я прочитаю. В качестве вы именно обвязывались в эти части, что если поступят. Ну, просто дальше будете продолжать по этому страховому случаю заниматься. 100. Так, девушка у нас. 67. 900. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 5. 7. 1. 5. 6. 7. 7. 8. 9. Защите. Угу. Так, ну и здесь, как вы просили расторжение, что на расторжение цессии не наставить, и денежные средства выплачены в полном объеме. На расторжение цессии не настаиваем, денежные средства в размере. Наставить денежные средства в размере 67 900 рублей получили претензии. Ну, там, в принципе, вот это написано здесь. Номер и шифровка с подписью и число. Как Вы, Юрий Юрьевич, с амботсменами связались? Да, ну... Имели мы эту самую практику? Да, имеем практику, поэтому по цессе лучше мы не показываем доверенность с правом получения денег клиента, чтобы лишние деньги не платить. Ну, как бы, мы вот ездили к Москву, к амботсмену, первые, как бы, в Россию съездили в Москву, нам выдали исполнительный, ну, как бы, ну, не исполнительный лист, он как-то, чуть-чуть по-другому называется, документ. Ну, его документ... Да, выдан был документ, предъявлен был приставом и не исполняется. Не исполняется? Не исполняется. А какие основания для этого? Основания документ не надлежать. Ну, реально, это просто ксерокопия. Ничем не это самое. Вот. И на самом деле на... Сейчас решается вопрос по нашему заявлению на законодательном уровне, что нет электронного документа оборота между финансовыми полномочиями и приставами. То есть, и, соответственно, документ, как бы, предъявить, то есть, документы они выдают, да, говорят, идите, взыскивайте приставы, мы ездили специально по этому вопросу в Москву, вот, а в том, чтобы, как бы, исполнили приставы, вы выдали отказ от исполнения официально, вот, что, как бы, по данному документу невозможно. И вот финансовая полномочия сейчас у нас решает вопрос на законодательном уровне, как нам взыскать эти денежные средства по их решению. Хотя страховая компания не обжаловала решение, установила законную структуру, да, то есть, как бы, присутствует. И вот такая ситуация, вот, как бы, мы, когда приехали и сказали, вы первые, кто обратились вообще с этим вопросом. Ну, я надеюсь, вы как-нибудь проинформировались по этому поводу. Обязательно. Ну, решение, как бы, ждем, пока сейчас ждем, как бы, решение, потому что решение очень было, было интересно, это был некачественный ремонт. Ну, он остается вот здесь, в нашей компании, в нашей компании, в нашей компании написал. Ну, во-первых, что хочу сказать, огромное спасибо, сразу понятно, что руководитель действительно клиентоориентированный, ваши сотрудники, которые в том кабинете, ну, мягко скажем, не клиентоориентированный, причем всем коллективом, допускают оскорбления. Мы на те, что факты не обращали внимания, ну, во-первых, это девушки, вот, поэтому, как бы, с ним бесполезно вступать в полемик. Но мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, по моей информации, они ведут себя со многими людьми так, просто до вас это не доходит. Вадим, если меня стоит, как бы, камера в каждом кабинете, я в любом случае сейчас выделю время, да, как бы, если, как бы, вы мне пришлете ваше видео на электронную почту или куда-то будет, как бы, ну, чтобы это было объективно. Я согласен, раз вы смотрите наш канал, наш, ну, недели через полторы-две выйдет сюжет, вы сможете его лицезреть и, собственно, выводы еще на основе наших материалов сделать. Ну, так, в совокупности. В любом случае, как бы, со всеми будет проведена работа, как бы, может быть, ну, это девушки, вы сами прекрасно понимаете. Ну, я понимаю, это работа. В любом случае, я думаю, как бы, этот нюанс будет решен, клиент-ориентированная компания, поэтому, как бы, вот, всегда стараемся идти навстречу клиенту, да, и данная ситуация, как бы, вы, я думаю, в принципе, понимаете, как юрист всю ситуацию, да, что это, как бы, задержка не с нашей стороны, что это, как бы, у нас законодательный такой, как бы, порядок, у нас усложняет все время работу, то, то есть, как бы, то у нас претензий было 10 рабочих дней, теперь нас составляет 30 дней. Тут даже вопрос шел не о том, тут, прошу прощения, перебью, не о том, о сроках. Понятное дело, что 4 месяца тоже достаточно большой срок, но ключевой момент, клиент ваш не должен был нести ваших расходов, которые вы владеете. Нет, здесь, как бы, в любом случае клиенту, вы сами понимаете, что никаких денежных средств мы до сегодняшнего дня не получили. Да, я понимаю, да, вы получите. Как бы, в любом случае, как бы, мы пошли навстречу клиента, да, и, как бы, при первоначальном моем обращении. Я думаю, если человек бы обратился ко мне, мы бы регулировали этот вопрос. Возможно, возможно. Так что, Михаил Петрович, если, как бы, за своих сотрудников приношу извинения, вот, я думаю, как бы, мы останемся в нормальных отношениях. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, подошли мы к завершению нашего сюжета. И хотим сказать отдельно Борису Геннадьевичу выразить огромное благодарность за то, что он действительно, как руководитель, клиент-ориентированный. И он сказал, что отреагирует, ну, вы сами все слышали. И возьмем комментарии у Михаила. Михаил, есть что добавить? Ну, я доволен вообще. Так что, обращайтесь. К нам уже решилась ситуация, 4 месяца длилась, и в один день просто решилась. Обращайтесь к нам, это общественное движение «Дорожный контроль» и юргическая компания «Правная защита». Мы всегда вам поможем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok